К другим темам. Жители Шебекинского округа, которые были вынуждены временно покинуть свои дома из-за обстрелов ВСУ, поддерживают все. Очередная партия гуманитарного груза от фонда «Поколение» поступила в пункты временного размещения в Новом Осколе и Бирюче. В разные точки региона доставили вещи первой необходимости, предметы личной гигиены, текстиль, средства для ухода за маломобильными людьми. Стоит дом, не стоит там, что в квартире, тоже ничего не знаем. Все мысли Анны В. Тихович сейчас связаны с родным Шебекина. Семья покидала город под обстрелами. Садились в свои машины и вывозили людей на 26-й километр. И там были автобусы, уже туда мы сели, доехали до Белгород-арены. И там мы поехали сначала к брату и мужу, но мы думали на пару дней и все утихнет. В Новоскольском пункте временного размещения семейную пару окружили заботой и участием. Нам оказали помощь, дали коляску, ребенку вещи, памперсы. Нам все самое необходимое. И все, и дали, вот тут уже дали комнату. И также вот предложили походить в группу кратковременного пребывания в детский сад. В этом ПВР комфортные условия создали для 170 шебекинцев. Среди них есть дети, маломобильные люди. Лежачим больным необходимы одноразовые пеленки, памперсы, салфетки. И в этой гуманитарной поставке от фонда поколения есть все необходимое. Предметы первой необходимости – это средства личной гигиены, мягкий инвентарь. И, конечно же, предметы для обустройства быта. Потому что люди приезжают с семьями, и люди приезжают одинокие. И нам надо создать комфортные условия. Гуманитарная помощь будет находиться здесь, на первом этаже. Люди уже знают, куда обратиться, с какой просьбой, с каким вопросом. Если говорить по объему, то около двух тонн здесь находится этого груза. Пытались максимально быстро. Сегодня вот эти заявки, которые формируются в день формирования, уже фактически машины находятся в пути. А эти кадры мы снимали в Бирюче. Сюда прибыло более полутора тонн гуманитарной помощи. Ее выгружают в одном из комплексных центров социального обслуживания населения. Далее распределяют по району, чтобы нуждающимся было легче ее получить. Когда люди из переселенных районов приезжают на нашу территорию, они обращаются либо в сельские администрации, либо в управление социальной защитой населения. То есть мы их все видим, знаем поименно. У нас номера телефонов, у нас адреса их проживания. Большая часть временно переехавших в Красногвардейский район Шибикинцев живут у родственников. Муниципалитети уже выдают продуктовые наборы, а фонд «Поколение» помогает с обустройством быта. Даже если ты приехал в семью друзей, не всегда найдется отдельный дополнительный набор и постельного белья, и полотенец, подушки, одеяло. Опять же здесь бытовая химия, которой постирать нужно вещи. Вообще, ну, одним словом, это все то, что кажется обыденным в повседневной жизни, и того, чего так не хватает, когда ты попадаешь в крайне сложную ситуацию, и ты не у себя дома, собственно. А вам одежду подобрать? Нам, если есть, для бабушки она мерзнет, одеяло. Светлана Ковалева с сыном приехали сюда в начале июня. Из родного города помогли выехать местные власти, вывезли на бронемашине. Говорят, как бы не было тяжело, чувствуют поддержку земляков. Помогают хорошо все. Хорошо, все работают четко, службы. Спасибо большое. Следование медицинское проводили, все хорошо. И социальная служба, пенсионную фонгенцию получили. Переданную гуманитарку начали распределять сразу же. Наборы сформировали адресно, согласно запросам жителей. Для нас, конечно, очень важно, чтобы люди почувствовали себя, что они не брошены. Что люди должны чувствовать поддержку. Это действительно так, потому что Белгородчина – это одна большая семья. И то, что происходит в каждой семье, небезразлично нашему белгородскому сообществу. На этом гуманитарная миссия фонда не заканчивается. Продукты и вещи первой необходимости для очередной поставки уже собирают.